всем привет с вами александр иванов и проект химия просто в этом видео мы снова возьмем уран и разберем ваши комментарии которые вы написали к тому видео выживет ли инженер подержав уран в руках или нет во первых один всего лишь один человек подметил что показав что данный элемент фонит мы можем сказать что он радиоактивен но мы не можем сказать что это уран на самом деле это действительно уран и но вам придется довериться мне на слово спектр излучения данного бруска ну мы снимем как-нибудь следующий раз но это действительно уран спасибо этому человеку который заметил что так мы определяем что он только радиоактивен дальше многие сказали что уран 238 он альфа излучатель все мы со школы знаем что альфа частицы не проходят сквозь бумагу у нас здесь уран лежит пакетики не случайно он лежит пакетики специально показывал именно вот так вот попробуем по-другому возьмем счетчик поставим бумагу поднесем уран здесь раз листок бумаги два листок бумаги три листок бумаги 4 листок бумаги альфа частицы не проходит через бумагу не проходит но все полиэтиленовый пакет что же фиксирует данный детектор он фиксирует бета-частицы и гамма-излучения данный тип прибора мы разберем чуть позже в других видео на примере того что сейчас покажу я расскажу о том что будет в курсе по радиохимии поэтому тема приборов которые фиксируют различные виды излучения тоже будет но чуть попозже нам нужно ставить фундаментальную базу и так у нас есть вот этот уран 238 что же с ним не так почему он фонит для ответа на этот вопрос нам нужно взять вот такой вот справочник но это университетский справочник в нем собранная информация из более крупных справочников и есть вот такая таблица распада урана 238 и так если мы на нее посмотрим тот в левом верхнем углу у нас находится 238 уран данная схема распада составлена практически сто лет назад поэтому вы видите обозначение уран-1 это не у и это уран-1 238 это сейчас мы знаем что он 238 уран период его полу распада четыре с на 10 9 лет это очень большое время что такое период полу распада мы разберем очень скоро в следующем видео мы видим что двигаясь по стрелочке вниз уран 238 совершает альфа превращение в уран x1 раньше не знали что это изотоп тория 234 его период полу распада 24,1 дня изотоп 234 тория совершает распад до уран x2 то есть протоктиния 234 который может по бета превращение превратится в уран-2 то есть уран 234 либо вот по этой стрелочке совершить изомерный переход в уран z то есть 234 протоктиния но уже стабильный и он тоже по бета распаду совершает превращение в уран-2 то есть уран 234 вот эти все обозначения уран x1 уран x2 уран z уран 2 уран 1 это старые названия раньше ученые не знали что это за элементы они получали новый элемент но не могли их идентифицировать сейчас мы знаем что это за изотопы далее уран 234 совершает превращение до 230 тория раньше это назывался ионий далее опять альфа распад до радия 226 опять альфа распад до радона 222 и так далее по этой схеме вы видите какие превращения совершаются как видите очень много альфа частиц но альфа частицы не проходят ни через пленку не через бумагу и вот в этом урановом бруске есть изотопы тория 234 урана 234 тория 230 радона 222 радия 226 и так далее по схеме вниз вот они излучают бета-частицы которые проходят сквозь пленку которые проходят сквозь бумагу и уже фиксируются детектором также многие в комментариях заметили что подержать данный урановый брусок руках не страшно в принципе ничего опасного не произойдет однако некоторые люди заметили что если этот брусок истереть в пыль или в принципе какую-то пыль взять вдохнуть либо проглотить вот тогда уже будут более значительные серьезные проблемы почему как видели в этой цепочке распада у нас очень много альфа излучателей если они вот здесь вот задерживаются пленкой кожным покровом бумагой и так далее то внутри вашего организма данная пыль будет излучать уже в вас и в какую сторону не полетит часть альфа частица она все равно наткнется на ткани вашего организма и вот тогда альфа частицы будут наносить вам максимальный урон находясь внутри вашего организма ну а если приглядеться в эту таблицу распада то можно найти здесь и полоний 210 вроде бы страшный элемент но его там достаточно мало в следующих видео серии по радиохимии мы затронем такие темы как период полураспада сечение захвата виды атомных электростанций какие теплоносители бывают чем они отличаются влияние ионизирующие излучения на организм если информационный центр атомной энергетики нам позволит то мы проведем съемку на белоярской атомной электростанции посмотрим реактор изнутри ну по крайней мере атомную электростанцию изнутри не сам реактор если проект хорошо разовьется и мы сможем достучаться до димитровграда то может быть посмотрим научно-исследовательские ядерные реакторы очень этого бы хотелось но пока не знаю согласятся они на это или нет потому что это этот научный советский институтом это режимный объект и там съемка категорически запрещена вот так что надеюсь может быть для нас сделают исключение в качестве образовательных целей в качестве базовательных целей чё сказал также в этом курсе мы рассмотрим как построить защиту от различных видов излучений какой толщины должны быть ваши свинцовые трусы чтобы у вас не облучалось сильно рассмотрим что такое формула бейтмана не бэтмена бейтмана как ей пользоваться где она применяется еще мы посмотрим как рассчитать цепочки радиоактивных распадов так что если вы северной кореи и пытаетесь собрать атомную бомбу или атомную электростанцию то в принципе то теоретически вы все сможете сами рассчитать также если у нас дойдут руки и время будет то мы научимся считать удельное выгорание топлива в атомной электростанции и считать фифу и фиму но это если будет очень интересно но обычным людям это ну нафиг не надо ну на этом все подписывайся ставь палец вверх не забывай поддерживать проект и обязательно рассказывай друзьям пока